Давайте вот классическая тоже история про подавление эмоций Не могу справиться с эмоциями, коплю эмоции на длительный срок, а потом человека бомбит У многих очень людей так происходит Пожалуйста, Екатерина, позвоните мне Давайте обсудим этот вопрос с эмоциями Не могу справиться с эмоциями, коплю эмоции на длительный срок, а потом, как вулкан, опускаюсь в плач и крик В сорок не могу объяснить ничего, легче промолчать, а потом... Здравствуйте, добрый вечер Очень рада, что вы выбрали мой кейс Спасибо большое для меня, как бы, это честь с вами разговаривать Сразу скажу, извините, я из Молдовы Для меня, ну, немножко трудно на русском разговаривать, но я понимаю на сто процентов Вы можете перейти на английский или на свой язык, я интуитивно понимаю все языки мира Хорошо, я на английский буду немножко говорить, если вы понимаете, как бы слова, которые мне вспомнены Хоть на индийском говорите, я интуитивно вас ее пойму Хорошо Ну, неважно Вас зовут как? Катя, да? Кать Кать, сколько вам годочков? Мне 20 лет Ну, рассказывай, а что такое, не могу справиться с эмоциями, коплю эмоции на длительный срок, а потом начинается вулкан эмоций? Вот недавно был случай, я поссорилась очень с моим парнем, и я как бы начала кидаться вещами и кричать, как дебил Потом я очень испугалась, я думаю, что у меня как бы истерика, но у меня и панические атаки иногда, и тревога всегда, и напряжение И я не понимала, в чем проблема, но я увидела, что прямо с детства я всегда копила все эмоции в себе Не могла говорить, чего я хочу, потому что думала, что меня осуждят мои родители или бабушка, дедушка И когда, например, мне что-то не нравится в семье, например, кто-то что-то делает или что-то говорит То есть я мочу, говорю, ну, я умею, я промочу, потом эмоция пройдет, и я нормально смогу проговорить с человеком Но потом эмоции проходят, и уже мне не важно объясниться и сказать, что мне было больно, например А потом все это накапливается, и я плачу или кричу Вопрос первый Какие обычно копятся эмоции, каким образом? Гнева Эмоции гнева и несправедливости То есть не знаю, как это объяснить Когда что-то несправедливое со мной делают или говорят И очень много гнева я увидела, что я коплю, я даже не знала об этом Скажите, приведите мне, пожалуйста, пример ситуации из прошлого Где вы трактуете ситуацию несправедливой по отношению к вам Судя по всему, их много и с детства Да, у меня очень много в жизни было и очень плохого, и очень хорошего То есть всегда были очень хорошие эмоции, и очень плохие Я сейчас вспомню Только минутку, дайте мне Можно хоть две Ну, например, у меня сейчас вот держит У меня такая ситуация на работе Я работаю в компании автозапчастей И у меня есть девушка, которая работает, коллега Она прозванивает клиентам и прилагает им на депозит Или возврат денег То есть у них рекламация, они отправили, например, запчасть И она спрашивает, если они хотят деньги назад или в депозит А я делаю гарантии, рекламации Вот сейчас, 10 минут назад Поговорила с самым дебилным клиентом, которым можно было быть И я получаю ту же ставку, что это девушка То есть это мне очень больно, потому что я работаю намного лучше Больше, но получаю даже меньше, чем она А у вас сестра есть? Нет Братья? Нет, я одна А с кем вас все время в детстве сравнивали? Я не думаю, никогда не сравнивали Просто я, у меня такое Я хочу всем доказать, что я молодец Это с детства Я это знаю, поэтому и спрашиваю Обычно такое бывает, когда кого-то с кем-то сравнивают В вашем случае Мне бабушка говорила, что мама хотела сделать аборт Плюс все хотели мальчика И всегда хотела доказать, что я не хуже мальчика Вот и работаю с запчастями Ну да И как получается? Получается, у меня всегда хорошо Я всегда первая И у меня такой прям оргазм Я всегда первая Всегда все могу Все меня хвалят Но я так много работаю И так много учусь Что мне прям бабушка говорила Что я сойду с ума Однажды из-за такой нагрузки И вот так и случилось Ну с ума-то вы не сошли Ну да А что доказываете до сих пор? Вам 20 лет всего Да Но я очень многое делала, что другой в 40 лет не селает И я думала, что это хорошо Что я такая целеустремленная Но я поняла, что я просто доказываю Что я живу не просто так Что я не потребитель Не какой-то Там, не знаю Что я доказываю людям Что я важна Перевожу на человеческий язык Базю Нет, я не про ваш язык Я перевожу с психологического на человеческий Чтобы вы услышали Я доказываю право жить Да Да Точно Я доказываю просто себе Потому что, видимо, вы считаете Что вы должны были либо погибнуть Либо не родиться Знаете, я знаю Я знаю, когда все это началось На 100% То есть В 6 лет папа ушел Мама оставляла меня с прабабушкой Которая просто фанатичка религии И она Я жила в селе И она всегда говорила, что я должна много работать Но я чувствовала себя и брошенной И работа для меня Для 12-ти лет не была слишком тяжелая И у меня появился вот Поза Симптома То есть болела голова Головокружение И она все время говорила, что это все неправда Что я просто не хочу работать И однажды я просто не смогла Я все копила, копила Я понимала, что мама работала И не могла ей проплакаться Но все-таки Один раз я ей позвонила И сказала, что я больше не могу с прабабушкой жить И она сказала бабушке Чтобы она меня не ставила работать И вот я сижу в комнате своей И слышу, как прабабушка с бабушкой говорит Вот она позвонила маме Сказала, что я плохая бабушка Типа А ей бабушка говорит Ну она есть или нет Как бы нет никакой пользы от ней И я не могу простить их Я до сих пор не могу забыть Вот эту ситуацию То есть есть она или нет Никакого изменения нет Вот что они сказали И я всегда куда еду Всегда на работу, на школу, на другой курс Всегда пытаюсь изменить что-то Приносить пользу Я клоун Я всегда шучу И когда я ухожу Все говорят Ой, без тебя Так все изменилось Так плохо До того момента Я себе сказала Что я стану Просто офигенной женщиной И никогда не вернусь к ней И она увидит Как плохо без меня И еще папа Да Он на меня не обращал внимания И вот почему Тоже Офигенная женщина Это что имеется в виду? Я себя вижу Я себя всегда вижу Очень улыбчивой Уверенной Красивой девушкой Очень женственной Которая Я вижу себя Мечту Вижу себя Как бы Музу Чтобы вдохновляло Людей учиться Работать Делать какие-то красивые вещи В жизни Я очень люблю Учить людей То есть Я Я Очень это люблю Я Я хочу Чтобы я учила Людей Но у меня не получается Хочу сначала Я Чтобы я Была хорошей И умной Но у меня не получается Какая-то тупая Не знаю Всегда что-то Говорю неправильно Или смеюсь Или То есть Какой-то конфликт Я хочу быть умной Но Так получается Что я не умная Не могу учить других А что Вы разбираетесь В запчастях Как минимум Вы считаете Что это легко Нет Это каждый Сможет научиться Понятно То есть Вы еще И себя Обесцениваете Иногда Да То есть Очень много В жизни Случилось Я не знаю Из-за чего Берем Ручку Пишем Домашнее задание Секунда Это Это Кстати Очень хороший Пример Настоящего Клиента Коучинга Потому что Она Добьется Реальных Результатов Она Выполнит Все Что Нужно И вот С такими Конечно Клиентами Работать Одно Удовольствие Потому что Она Сила Своего Бэкграунда Пройдет По коучингу Так Что Она Добьется Результатов В 10 раз Больше Чем Среднестатистический Человек Только Из-за Ее Бэкграунда К Выполнению Заданий Так Катя Да Да Пишем Первое Задание Тебе Купить Себе Подарок Ой Подарок Хорошо Причем Это делать Регулярно Я Так Не умею тратить Деньги У меня есть Столько Но Я не могу Их Тратить И я так Больно Их Тратить На себя Поэтому Я здесь И сижу Чтоб тебе Об этом Сказать Я и так Знаю Что ты там Не можешь Пишем Научиться Покупать Себе Подарки Сделать Это Привычкой Радовать Себя Трусики Помада Я не знаю Чего хочешь За Хорошо Проведенные Какие-то Дела Или вообще В целом Потому что Ты хочешь Себя Порадовать Второе Научиться Радовать Себя Как Девушку Имеется Ввиду Спа Массаж Косметика Да Вспомни Что ты Девочка На минуточку Да Вот этого У меня Сейчас Нет Это Очень Мне Не хватает Вот я Поэтому Тебе Это И диктую Третье Научиться И Внедрить В жизнь Просьбы Двоеточие Научиться И внедрить В жизнь Просьбы О помощи Да Просьбы О подарки Да И просьбы О внимании К твоим чувствам И ценностям Вы знаете Александр У меня Всего Этого Нет И я Этого Прошу То есть В отношении У меня Вот этих Три Пункта Нет Я Знаю Поэтому Мы с тобой Их И записали Вот я Не знаю У меня Я не знаю Остаться Или нет В этих Отношениях Потому что Этого У меня Нет Прочитай Еще раз Эти Три Пункта Помощь Подарки И Внимание Просить Просить Это А тебе Подарки Я бы тебе Такую девочку Кать У тебя Нету В отношениях Помощи Подарков И внимания Как ты думаешь Почему Потому что Я Сначала Научила Человека Быть Таким По отношению Ко мне Но я думаю Знаете Как бы То есть Он не обращал На мне Внимания Я сама Сказала ему Давай Встречаться Давайте Туда Сюда То есть Все Эмоционально Все сделала Я И Я переехала К нему Не Попытавшись Узнать Узнать Какой Человек И сейчас Мы Видим Себя Друг Друг Какие Мы Есть И Он Как-то Не Состыковывается Он Очень Мужчины Как Это Олдер Возрастные Олдер Старше Мужчины И Друзья Всегда Мне было 16 Я Дружила Женщинами 30 лет Я Просто Не Могла Говорить С Друзьями Я Не Понимала Как Можно Так Жить И Как Можно Так Думать Как Ребенок А Сама Я Очень Очень Как Маленькая Девчонка Ведусь Верю Я Понял Смотри Вот Слушай Внимательно Просить Помощи Подарков И Внимания И Разделять Твои Ценности И Чувства Ты Подавляешь Свои Чувства Ты Пишешь В кейсе Не могу Справиться С эмоциями Коплю Эмоции Ты Копишь Эмоции Потому Что Тебе Хочется Чтобы О тебе Позаботились Хочется Чтобы Тебе Отнеслись Справедливо Хочется Чтобы Тебя Поддержали Похвалили Хочется Чтобы К тебе Проявили Инициативу Но Об этом Сказать Ты Себе Запрещаешь Вот Сейчас Практикуем Как Бы Звучало Вслух Предположим Это Вымышленный Какой-то Близкий Для тебя Человек Вот Скажи Сейчас Вслух С фразы Ты знаешь Если честно Мне так Мне так Не хватает И Продолжим Ты знаешь Если честно Мне так Не хватает С твоей стороны Понимания К моим чувствам Я хочу Чтобы Ты В моих Словах Не слышал Слова А мою Истинную Просьбу К тебе Когда Я тебе Говорю Что-то Что-то Мне не нравится Я не говорю Про То Что ты Сделал А про То Что я Чувствую Я хочу Чтобы Ты Понял Мои Чувства И намерения Какие Это чувства Выразишь Сейчас Их Слух Я хочу Чтобы Меня Услышали Хочу Чтобы Меня Слышали Я Чувствую Себя Как будто Я всегда Кричу Всем Чтобы Что-бы Ты Прокричала Быстренько Первый В голову Приходит Чтобы Я Прокричала Я Я бы Дал Тебе Рупор Рупор Сейчас В руки Мы С тобой На площади У тебя В центре Кишинева Стоим Площадь Центральная Ура У тебя Стоит У тебя Рупор В руках Что ты Крикнешь Людям Хочу Свободу Конкретно Хочу Делать То Что Я Хочу Я имею Право На Кричи Громче Я имею Право Делать То Что Я Хочу Но Я боюсь Этого Просто Я боюсь Что Я сделаю Неправильно Что Я сделаю Ошибку Я Хочу Свободу Очень Я Чувствую Себя Сейчас Как Курица В клетке А кто Может А кто Может Тебя Сейчас Осудить Вы знаете Что Трудно Что У меня Есть Свои Эмоции И у меня Есть Логика Которая Подавляет Эмоции Потому что Думает Что эти Эмоции Неправильно Неправильно К месту Да Ты Не Имеешь Для Себя Права Испытывать Эмоции Да Я Очень Боюсь Эмоций Тебе Безумно Нужен Человек Рядом С которым Ты будешь Уметь Эмоционировать Я Не могу Челкнуть Пальцами Тебе И вот Дать Пойми Я хочу Чтобы Ты Мне Только Услышала Тебе Нужен Человек С которым Ты Научишься Плакать Тебе Тебе Не нужны Люди С которыми Ты Подавляешь Свои Чувства Ты Всю Жизнь С трех Лет Не имеешь Права В кавычках Выражать Свои Чувства Я хочу Чтобы Ты Окружила Себя Людьми С которыми Ты можешь Быть Такой Какая Ты Есть Что-то Забыть Что-то Не Помнить Поделиться Своими Чувствами Поделиться Своими Переживаниями Окружи Себя Людьми С которыми Ты будешь Это делать Хватит Огружать Людьми И надевать Маски Что ты Вечно Такая Ненуждающаяся Не в поддержке Не в понимании Не в сопереживании Хватит Ты вон Мне пишешь У тебя уже Через Собо Что-то К людьми Я думаю Что я требую От них А может Если они Мне это Не дают Значит Я это Не делаю Что-то Не так Они тебе Это Не дают Потому что Ты Об этом Не просишь Запомни Человеческую Природу Люди Никогда Тебе Ничего Не дадут Если Ты Об этом Не скажешь А то Если И скажешь Не факт Что дадут Поэтому Тебе Надо Понимать Что У тебя Проблема Не в том Что Ты Испытываешь Эмоции Ты имеешь Полное Право На Любовь Поддержку Подарки Комплименты Вообще В принципе Потому что Ты девочка Потому что Ты классный Человек И тебе Не нужно Это Зарабатывать И тебе Нужно Чтобы вокруг Тебя Были люди Которые Любят Тебя Просто Потому что У тебя Прикольная Улыбка И потому что Ты добрая А не потому Что Ты классно Делаешь Какие-то Вещи Поменяя Людей В своем Окружении Пускай У тебя В окружении Будет Три Четыре Человека Которые С тобой Смеются Которые С тобой Хохочут Которые С тобой Плачут И Которые С тобой Молчат Чем Пятьдесят Человек С которыми Это Типа Правильно А потом Ты кипишь Потому что Если б я дал Тебе в руки Рупор В центре Кишинева Ты бы Прокричала Я хочу Быть Настоящей Да Да Так и будь Ей Нет Никаких Проблем Ты просто Этого Не умеешь Не потому что Это плохо А потому что Ты не привыкла Тебе надо Это сделать На поведенческом Уровне Ты должна К этому Пре Вы Кнуть Делать Это надо А для этого Нужно Чтобы у тебя Была среда Определенная А чтобы у тебя Была определенная Среда Нужно Чтобы у тебя Люди были В твоей жизни С тобой Другие Да Александр Вы в точку Вот у меня Был период Я никогда Его не забуду Родители уехали Я осталась Одна Я была С моими друзьями Шла в школу Как бы У меня все было Отлично Я все решала Вот проблема Была Не проблема А изюминка Была в том Что я была одна И я решала Все свои Поступки Что делать Что кушать Куда идти Вот тогда Я была на 100% Счастлива А в других ситуациях Всегда с кем-то И не могу Принять свои решения Еще раз Даже цветочек Еще раз повтори Когда ты была На 100% Счастлива Когда Я была Одна То есть Я не жила Ни с кем У меня Были друзья У меня была Я работала На себя Тогда У меня были Отличные Результаты В школе То есть Мне было 16 Тогда Я была Тогда На 100% Счастлива Потому что Я и покупала Себе подарки И ходила С друзьями В караоке На кофе Туда-сюда И у меня Было время Для себя Одной Просто Я просто С собой С компьютером Или с Фильмом Или в ванной Вот у меня Что мешает Сейчас Это вернуть Отношения Ты прям Ты прям Сказала Как будто Ты в тюрьме Как что? Как будто Ты в заключении Да Я так себя Чувствую Мне очень Жалко Я не могу Я боюсь Я как бы Не жалко Человека Я боюсь Расстаться Ну не удивила Сильно Ты меня Когда я Хочу сначала Как бы Поднять А потом Уже оставить У нас сегодня Прям финальный день Точки роста Одни спасатели Здесь собрались Да? Да Слушайте Какие из предыдущего адвоката Полины? Извините Я работаю И из дома Я даже Очень Порадовалась Что Как бы Смогла сегодня Поучаствовать Я Послушала Понятно Вопрос Ты Продолжаешь Страдать Ты продолжаешь Подавлять Свои эмоции Чтобы Не выразить Их И кто-то К ним Как-то Не отнесся Ты продолжаешь Молчать О своих потребностях Ты продолжаешь Отношения В которых Ты быть не хочешь Потому что Боишься Расстроить Что же надо Сделать Чтобы Чтобы Это Изменить Ну Я знаю Я думаю Над этим Уже полгода Что Надо сделать Чтобы Это Изменить Расстаться Потому что Я с человеком Говорю Открыто Что Мне не Хватает Очень Открыто Чего Я хочу Все Мои Травмы Детство Все Я Все Я очень Много Работаю Над собой Психологического Точка Зрения Точка Зрения И Открыто Говорю Человеку Такие Мне психоэмоциональные Проблемы Но Ничего Не Меняется То есть Я Понимаю Что Куда Это Ведет Понятно И как Ты себе Запрещаешь Быть Счастливой И как Ты себе Запрещаешь Расстаться Нужно Еще раз Другими словами Вопрос Как Ты себе Запрещаешь Расстаться Как Какими Мыслями Ну Как Почему Ты Не можешь Расстаться Как Ты Говоришь Нет Потому Я Безумно Благодарна Человеку За Всю Помощь Которую Мне Дан И Он Очень Практичный И умный Человек И он Реально Любит Меня И я Чувствую Себя Просто Тварью Если Я Это Сделаю Извините Он Не оказывает Мне Поддержку Не дарит Мне Подарков Не Сопереживает Я Говорила С ним Просто Для него Это Не Сверхценность Что Он Поддерживает Меня Всегда Перечисли Что Он Делает Для Тебя Хорошего Он Всегда Делает Решения На Сто Процентов Хорошие То Есть Его Решения Всегда Лучше Моих Он Очень Адекватный Человек Он Как Мой Папа Делает Для Тебя Хорошего Возит Меня Туда Сюда Решает Мои Проблемы Ищет Например Я Что-то Хочу Купить Он Ищет Подежив Получше Качество Например Это уникальные Качества Да Я так Понимаю Не Ну Он Он Очень Внимателен То Есть Он Пытается Он Очень Пытается Я Вижу Это Просто Есть Вещи Которые Для Него Не Важны Вот Мы Делали Тест В одном Слове Вы Поймете Мы Делали Психологический Тест Систем Персоналит Просто Для Интереса И Был Вопрос На Который Я Ответила То есть Для меня Важнее Эмоция Человека Которая Со мной А не Правда А для Него Важна Правда А не Эмоция И это Всегда Так Он Никогда Не Думает О Эмоциях Он Думает О Правде Почему Ты Хочешь Расстаться Если Он Так Потому Что Я Думаю Я Я Я Согласна С ним Но Это На Работе Или С Какими То Другими Людми А Самым Важным Человеком В мире На Данный Момент Нужно Думать О Эмоциях О Мотиве Почему Человек Так Сделал Мотив Почему Они Сразу Кричат Например Что Тебе От него Не Хватает Не Хватает Он Очень Закрытый Я Хочу Чтобы Он Был Открытый Чтобы Он Все Мне Рассказывал И Чтобы Он Вообще Со Мной Разговаривал Просто Мы Были На Море Мы Просто Мочали Я Говорю Может Поговорим О чем Нибудь О чем Говорить Мне Нравится Говорить Просто Тогда Когда Надо То есть Мы Разговариваем Например Куда Идти Что Покушать Что В Мину Например Сегодня Или О работе Только О работе Я Хочу Чтобы Мы Разговаривали О Планетах О Психологии О Людях О Своих Каких Мечтах О Своих Болей В душе О Боге О Все Философство Возьместе Я Хочу Раскрывать Раскрывать Душу Себе Своему Мужчине А так Он Так Закрытый Я Не знаю Максимум Что ты можешь Сделать Это ему Сказать Об этом Я Сказала Уже Много Раз И говорила Что Это Очень Попло Для Меня Если Это Не Изменится То Мы Расстанемся Я Просто Думаю Что Все Это Мои Какие То Претензии Девчачьи И Эмоции Эти Мои Нужно С ними А можно Поработать Над эмоциями Как-нибудь У тебя Проблема Не с эмоциями У тебя Проблема В том Что Ты Придумала Себе Идею Что Ты Не Имеешь Права На То Что Ты Хочешь Ты Придумала Себе Идею Что Ты Не Имеешь Права Говорить О планетах Не Имеешь Права Хотеть Быть Откровенной Не Имеешь Права Испытывать Определенные Потребности И Гришь Научите Меня Это Подавлять Вот Что Мне Сейчас Говоришь Я Хочу Чтобы Эзова Не Было Я Не Знаю Вот Например Ладно Если Не Говорить О Планетах Ладно Это Чепуха Чушь Да Вот Например В Личной Жизни В Интимной Жизни Тоже Тут Минус Как Все Как Всегда Я Тут Сильно Не Удивлен Какой Тут Будет Плюс Когда Ты В Принципе Как Рабыня Из Аура Кто Будет О Тебе Заботиться Когда Ты Так Себя Ведешь На Тебя Говно Положи На Тарелки Понимаешь Ты Промолчишь Да Ну А Кто Тебя Будет Уважать Тогда Ну Иди Бомжей Найди На Вокзале Посели Их Все К Себе После Они Срут Тебе На Кровать И Молчи Потому Что Если Ты Скажешь Они Расстроятся Да Даже Если Есть Такая Ситуация Для Меня Ненормальная Я могу Сказать Прямо Человеку Но Я Очень После Этого Трясусь Прямо В Голосе Сердце Помни Эти Слова Потому Что Центральная Проблема Не В Этих Эмоциях А Центральная Проблема В том Что Ты Запрещаешь Себе Открывать Даже Рот Потому Что Посыл Транзактный Я Не Имею Права Быть Почему Так Потому Что Так Сложилось Твое Детство И Поведение Матери Ты Себе Так Рассказала Что Ты Не Имеешь Права Быть Это Твоя Базовая Ошибка А Ты Имеешь Право Послать Человека Нахуй Сказать Что Тебе Не Нравится Сказать Что Вообще То Я Хочу Внимание Цветов И Подарков Ты Когда Последний раз Просила Тебя Цветы Подарить Вчера Так И Че Ничего А Как Ты Попросила Как Ты Попросила Ну Я Говорила Вот Я Цветы Хочу А Он Сказал И Типа Откуда Такие Мысли Человек Да То есть Нет Такого Давай Пойдем Ресторан Давай Красивенько Оденься Пойдем Туда Или Давай Тебе Бузички Давай Я тебе Куплю Что-нибудь Тортик Или Что-нибудь Но Такого Очень Редко Только Когда Сочувствуют Плохо В каком Месте Это Папа Папа В том Что Он На Меня Никогда Не Обращал Внимания Я думаю У него Был Невроз Такой Серьезный И Он Умер Четыре Года Назад И Я так И Не Поняла Любил Для Меня Папа Или Нет Для Меня Он Такая Тайна То есть По большому Счету Ты Мне Сейчас Говоришь Следующее Если Даже Я Был бы Стариком Хатабычем Щелкнул Пальцами Сказал Трах Тебе Дох Тебе Дох Тебе Дох И У тебя Появился Перед Тобой Заботливый Теплый Парень Нет Выбрала Какого-нибудь Бомжа Наркомана Который Бо тебя Пиздил И Игнорировал Который Бо Игнорировал Да Ну вот Потому что Проблема У тебя В посыле Проблема Не в том Что Человек Не делает А проблема В том Что ты Выбираешь Таких Людей Чтобы С тобой Так Относиться Извините Извините Вот когда Мне Он нравился Он мне нравился Знаете Почему Он же Такой Скрытный Человек Что мне В нем Могло Было Понравиться А вот Я подумала Я просто Хотела Доказать Себе Что я Такая Крутая Секая Что даже Такого Закрытого Человека Могу Сворожить С ним Получилось Ну это Ты себе Рассказала Красивую Сказку На самом Деле Ты Выбираешь Людей Которые К тебе Относятся Халатно Да Мне Неинтересно Я хочу Их Заполучить Как бы Но тогда Получите Распишитесь Что ты Страдаешь Да Да Вы правы Тогда Тебе Придется Страдать Дальше Ходить По стеклу Да То есть Да В этом Проблема Ты Это Выбираешь Я так Понимаю Извините А можно Спросить Вот у меня У бабушки Невроз У папы Был Вот такой Серьезный Невроз Кишечника Мама У меня Невроз У моей Сестры Мама Депрессия Может Это Тоже Из Главное Генетически Это Не Не Имеет Значения А вот Потому что Я видела Неврозных Людей В семье Может Это Сказываться На моей Психике Или Это Возвратимо Можно Изменить Не Поняли Ну Я понял Просто Ответ Очень Широк Я думаю Как Его Снизить Значит Ответ Сказывается И Сказалось Сто Процентов Вопрос Не В этом Вопрос В Другом Что Ты Считаешь Что Тебе Ты Выбираешь Определенную Модель Разрушения Вот Как Вот Как Ты С собой Себя Просишь Вести Так Они С тобой Себя И ведут И Чё раз Говорю Тебе Дай Нормального Парня Ты От него Отвернёшься Потому Что Тебе Надо Чтоб Тебя Игнорировали Чтоб Тебя Фрустрировали Чтоб Тебя Не Дарили Цветов Потому Что Ты Гришь Я Говно И Относитесь Ко мне Так Потому Что Нормальный Человек Который Будет Дарить Тебе Подарки Ты От него Убежишь Который Будет Тебе Дверь Открывать Который Будет О тебе Заботиться Ты От него Убежишь Потому Что Ты Скажешь Я Говно Относитесь Ко мне По другому И пойдёшь К тому Который Тебя Игнорирует А Парень Твой Не Это Портрет Я имею Ввиду Психологический Это Тот Мальчик Который Либо Должен Быть Садистом Психологическим Абьюзером Издеваться Над своей Матерью Которая Его Либо Хуячила Где-нибудь Либо Унижала И он Будет Издеваться Над своей Женщиной Как Метафора Издеваться Над своей Матерью Либо Он Будет Просто Как Принеси Подай К тебе Относиться Со словами Ты У меня Слуга И Если Ты Выбираешь Такой Подход Осознанно Флаг Тебе В руки Барабан На шею Но Если Ты Ко Мне Обратилась Концепцией Что У тебя Переполняют Эмоции Где Ты Копишь 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 А потом Срываешься То Я Тебе Ответил На Все Твои Вопросы Что Ты Внутри Хочешь Чтоб Тебе Относились По Другому Ты Хочешь Чтоб Папа В кавычках Пришел И Сказал Катенька Взял Тебя За руку Сказал Не Сы Пойдем Сейчас Тебе Купим Сладкую Вату И Кататься На Карусельках А Катенька Блять Что Делает Какая Мне Сладкая Вата Папа Ты Мне Говна Принеси Лучше Ну Это Правда Я Знаю И Че Так Значит Работать Над Как бы Позволять Тебе Испытывать Эмоции Если Я Хочу Заплакать Заплакнуть Если Я Хочу Размираться Размираться Если Люди К этому Отнесутся Критически Если Люди К Этим Твоим Эмоциям И К твоему Праву На Эмоции И К твоему Праву На Чувства Отнесутся Критически То У У Меня Большие Вопросы Зачем Тебе Эти Люди Да Вот Все Люди Нормальны Просто Вот Он Я Всегда Например Шутку Такую Тупую Могу Сказать И Как бы Всегда Критически Относится К Моим Мыслям У меня Очень Большой Внутренний Мир Я Всегда Любила Философствовать Разговаривать Психология Мне Вообще Очень Нравится И Просто Нет С кем Поговорить Об этом Весь Этот Мир Просто В себе Держу Ты знаешь Кать Ты будешь Очень Классной И Преданной Женой И Ты будешь Очень Хорошей Мамой Таких Девушек Как Ты Многим Мужчинам Не Хватает Потому Что Ты Та Самая Жена Которая Сделает Для своего Мужа Все Да Но Я Очень Хотел Бы Чтобы Ты Свою Доброту И Сострадание Коррелировало С тем Чтобы к тебе Относились Тоже с уважением И с разделением Твоих чувств Тогда Ты будешь Уравновешена А не Перекошена Ты будешь Стелить Пас простынь Ты будешь Заботиться Ты будешь Поддерживать И помогать Это твоя Внутренняя суть Ты такой Человек Да И это с тобой Будет навсегда Проблема В том Что ты Неуравновешена Таким же Правом Относиться К тебе Ты не просишь Чтобы к тебе Относились Так же Ты не выбираешь Таких людей Со словами Ты знаешь Я вот такая Широкая Добрая Сострадающая И так далее И со мной Нельзя Блять Как с говном Обходиться И вот тогда Когда ты будешь Выбирать Людей С которыми Которые Если ты расплакалась Или какие-то Эмоции Они сказали Кать Ну не переживай Все будет хорошо Пойдем Прогуляемся Все будет А не вот это Че ты ноешь А слышь Да Ну да Тебе не надо Убирать Эту Внутреннюю Как ты говоришь Широту Ты такой человек Люди с посылом Право не быть У них В жопе Понимаешь Мотор Они всему миру Кричат Что они имеют Право быть Они всему миру Будут доказывать Что она На что-то Способна Это ты Проблема Даже не в этом А проблема В том Что ты Не Считаешь Нужным Еще к этому Относиться С уважением Потому что Если Вот этого Уравновешивания Нет То Разрушишься Нахер Да Я как бы Я много Сделала Но Всегда Когда Меня Спрашивают Вот Например Ты была В Японии Ты такая Крутая Я думаю Ой Что ты Это вообще Фигня Каждый Сумеет То есть Я не Я не думаю Что я крутая Ты любишь Какое-нибудь Аниме И какие-нибудь Тяны Нет 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 Я японский Сугубо По бизнес Идеям Выучила Потому что Никто не знает Японский В Молдове И я Единственный Человек Который Может Поработать Японский И все японцы Как бы мои В Молдове А скажи По-японски Добрый вечер Комбаму Прекрасно Ну что же Я Очень Хочу То есть Мне нужно Выйти из тени Да Смотри Вот послушай Меня сейчас Буду медленно Говорить Хорошо Ты очень Хороший Человек У тебя Было Непростое Детство И проблема Не в тебе То Как тебе Относились Бабушки Прабабушки Мама И папа Проблема Не в тебе Они так С тобой Себя Вели Не потому Что ты Говно И не потому Что с тобой Что-то Не так А потому Что у них У самих В голове Какие-то Заеба Как надо Относиться С людьми И ты Здесь Ни при чем Ты не Просила Себя рожать И не просила В себя Относиться Как говно Понимаешь Не уважать Твои чувства Потребности И эмоции И ты имеешь Полное право Просить У людей Уважение К твоим Чувствам Эмоции Ты как девочка Имеешь право На ухаживание На поддержку На слезы На чувства И на эмоции И на потребности Ты имеешь право Открывать рот И говорить Ты знаешь А мне не нравится Это А мне это Не подходит Потому что Ты настолько Добрый Широкий И помогающий Человек Что ты Должна Иметь Право Просить К себе Взаимности И наделять Свою жизнь Людьми Которые Это Твои качества Уважают Но если Ты будешь Продолжать Вести себя Так сердобольно С людьми И параллельно Еще Относить Разрешать К себе Относиться Как к говну Не просить Ни о помощи Ни о поддержке Ни о подарках Ни о внимании То ты разрушишься Через два года Да И чтобы не было Подобных Всяких Вот выпилов Из мира Всего Тебе нужно Научиться Окружать себя Людьми Которые Тебя любят Безусловно Которые Тебя принимают И могут С тобой Просто Помолчать Когда ты Заболела К тебе Приехать Привезти Долбанный Аспирин И просто Сесть Сказать Давай поболтаем Я же Для тебя Не приготовил Ужин Да не надо Ничего Готовить Просто давай поболтаем Да Вот что тебе нужно И об этом Надо уметь Говорить И себе Дать право Тебе Дать право На это А не как Я больше Подожди Я больше чем уверен Что в твоем окружении Есть люди Которые готовы Тебя поддержать Которые Подожди Которые готовы К тебе так отнестись Ты Говоришь Не надо Так разреши Им Позвони Когда тебе херово Скажи Приезжай Ко мне Не так Одиноко Давай поговорим И пускай Она Приедет Вот что тебе Нужно Тебе нужно Право Себе На это Дать Да Наши Наши дороги Как выглядит Идеальное Уравновешивание Тебя В жизни Что вы Имейте Ввиду Ну то О чем Мы говорили Как выглядит Идеальное Уравновешивание Твоих потребностей И реальности То есть Добрая Заботливая Я Я Я Молодец Молодец Принято На что Ты имеешь Право Я имею Право На друзей На подарки На Свои эмоции Я имею Право Быть Я имею Право Просто Испытывать Свои эмоции Быть Иногда Дурнушкой Иногда Шутить Иногда Сказать Что-то Другое Супер Отлично Продолжай Я имею Право Я имею Право Не думать О других Всегда Когда я Что-то Делаю Или говорю Супер Дальше Я имею Право Делать Вещи Только Для меня Я имею Право Быть Самостоятельной И Принимать Свои Решения Даже Если Они Могут Быть Неправильными Супер И если Мне Что-то Не нравится Я имею Право Выражать Эмоции Какие Все Свои Эмоции Ну Как Я имею Право Быть Несогласной Я имею Право Выражать Своё Мнение Давай Я имею Право Гневаться Иногда Я имею Право Плакать Если Мне Больно Я имею Право Говорить Просить О чём Просить Чтобы Мне Помогли Вот это Я не могу Я всегда Делаю Всё Одно Я должна Научить Ещё раз Это Повтори Я должна Научиться Просить Людей Помогать Мне Не научиться Просить А я имею Право Просить Помощи Ещё раз Внимание Ко мне Как к женщине Я хочу Комплименты Я очень Хочу Комплименты Он не делает Комплименты Да Не потому Что он Плохой Человек А потому Что он Такой Какой Он Есть А ты Не просишь Я прошу Я Очень боюсь Что я Кажусь Требовательной Требовательной Ты право Это имеешь Но какой Требовательный Он же Меня Ничего Не просит Вот видишь Куда ты будешь Всё время Съезжать Мы сейчас С тобой Перечисляли Обычные Права Любого Человека Даже Бомжа Просто я думаю Что это Несправедливо Если он Ничего не просит Почему я Требовательная Значит Проблема Со мной Во мне Просто у меня Мама была Требовательная Очень Хочу быть Как он Он ничего Не просит Потому что Он контуженный Своим детством По-своему Он ничего Не просит Не от тебя Он вообще От жизни Ничего не просит Он С тобой На отдыхе И молчит Потому что Он контуженный По-своему Но это Не значит Что ты Не имеешь Права На свои Потребности И ты Не подписываешь Чтобы его Контузию Разделять Всю жизнь Потому что Разные 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 Люди Да Значит Понятно Если Уже Два Кода Вместе И Не надо Себя Винить В этом Просто Вы Разные Психологически Да Матерью Ты Ты Будешь Очень Честный И Благородный Но Я бы Хотел Тебе Искренне Пожелать Чтобы рядом С тобой Был Человек Который Все это Оценит Который Все это Будет Ценить И Относиться К тебе Еще Больше С таким Же Уважением И с Такими Же Чувствами Помимо Него Я бы Хотел Чтобы Вокруг Тебя Были Друзья Которые Просто Без Всяких Условий Могут Просто Быть Рядом И с Которыми Ты Можешь Быть И Дурнушкой И Смешной И Нелепой И Вот Если Ты Выстроишь Такое То Все У тебя Будет Прекрасно Но Если Ты Прозволишь И Продолжишь Давать Себе Хоть Намек На То Что Ты Не Имеешь Права На Свои Чувства Эмоции И Потребности То Ты Будешь Скатываться В Саморазрушение Услышала Меня Да Ну и Финальный Вопрос Традиционный Мы Можем Показать Этот Кейс На Ютюбе Да Можем А Как Мы Можем Назвать Как Бы Ты Его Назвала Давай Так Придумай Короткий Сейчас Посыл Миру Представь Себе Что Этот Кейс Это Твой Посыл Миру Потому Что Таких Девчонок Кать Дохера И Они Когда Посмотрят Этот Кейс Они Тебе Все Скажут Спасибо Как Бы Ты Хотела Назвать Этот Кейс Можно Подумай Потом Напишу Где-то Две Минуты Мне Написать Лучше Чем Говорить Ты Прекрасно Говоришь Хватит Обесценивать Как Первое Что В голову Приходит Как Этот Посыл Звучал Как Я Хотела Назвать Это Видео Да Ну Давай Так Не Видео Отнесись К этому Просто Как Посыл Про Твои Внутренние Потребования Не Обесценивайте Себя Как Я Обесцениваю Себя Я Это Чувствую Я Знаю Извините Как То Не Приходит В голову Сейчас Я Сформулирую Для Себя Я Хочу Быть Искренней И Давай Назовем Его Я имею Право Быть Давайте Я имею Право Быть Как Ты Понимаешь Ту Фразу Что Несмотря На Что Я Имею Право Радоваться Жизни Принимать От Жизни Хорошие Вещи Не Доказывай Ничего Никому И Если Я Что То Прошу То У Меня Есть На Это Право Так Как Я Ведь Тоже Требования Других Слушаю И Как Это Есть Мир Мы Что-то Отдаем И Непременно Надо Что-то Принять Взамен Нужно Открыть Просто Этот Канал Принятия Аллилуйя И Вот На этом Мы Завершаем Точку Роста Я Отдельно Хочу Тебе Сказать Что Твой Прекрасный Кейс И Ты Прекрасный Человек Который Завершает Проект Точка Роста И Этим Классным Прекрасным Кейсом Мы Завершаем Мою Программу Я Тебя Отдельно За это Благодарен Спасибо Спасибо Александр Очень Хотела Сказать Вам Что Вы Для Меня Тренер И Я Буду Пытаться И Буду Работать Чтобы Однажды Быть Хоть Немножко Как Вы Для Меня Пример Спасибо Вам За то Что Вы Есть Спасибо Тебе А я Хочу Тебе Сказать Чтобы Ты Не Забывала Что Ты И И И Прямо Быть Такой Какая Ты Есть И Просить Взаимности Выражать Чувства И Эмоции И Очень Спасибо Вам Большое За Этот Кейс И Всем Спасибо Что Слушали Извините За Мой Русский У Тебя Прекрасный Русский У Тебя Прекрасное Все Хватит Обесценивать Иди Купи Себе Какие Нибудь Подарки Да Хорошо Успехов Спасибо Счастливо Успехов Вам Ну Что же Мне Кажется Это Было Прекрасный Финал Точки Роста Очень Много Людей Поведение Родителей Интерпретирует Как Отсутствие Прав На Свои Чувства И На Свои Свободы На Свои Потребности Вот Перед Нами Сейчас Была Прекрасная Девочка С Очень Искренними И Наивными Даже Открытыми Широко Глазами И Я постарался Вам показать Как Больно И Непросто Мне бывает Все это Слышать Потому что Когда ты Видишь Людей Которые Борются За право Жить Стараясь Для людей Принести Самое Лучшее Но Они Выбирают Людей Которые Этого Не Ценят Которые Их Обесценивают Которые Их Игнорируют Которые Даже На Просьбу О Цветах И Открытые Двери Оценивают С Кислым Еблом Понимаете И Это Больно И Это Расстраивает Меня И Это Грустно Но Я Не могу Взять И Дать Этим Людям Других Людей Я Не могу Дать Этим Людям Потому что Это Их Жизнь Это Их Терапия Это Их Состояние Я Могу Лишь Показать Это Как Человек Не Дает Себе Права На Это И Саморазрушается И Делает Это Как Слепой Котенок По Граблям Единственное Что Я Могу Это Снять Повязку И Показать Эти Грабли А Будете Наступать На Эти Грабли Или Нет Это Уж Решать Вам Спасибо Вам Большое За То Что Вы Слушали Этот Кейс Спасибо Вам За Точку Роста И Если Вы Хотите Так Глубоко И Так Ж Интересно Я Жду Вас На 20 Сезоне Который Начинается Уже Ближайшее Время А Именно 1 Октября Буду Вас Ждать На 20 Сезоне И Отдельное Спасибо Кате За То Что Она Разрешила Этот Кейс Выложить Кейс Кейс